здравствуйте уважаемые зрители вы на канале дача супер сегодня у нас клубничная тема передо мной миска клубники в этом году огромный урожай мы уже на есть приготовили различные джемы варенье все остальное вот такие огромные ягодки вот такие красавицы но в общем приготовили уже все что можно сегодня у меня новый рецепт я попробую приготовить клубничное домашнее вино есть итальянский вариант такого вина называется фрагалина белое вино с ароматом клубники но я буду делать просто клубничное вино вот так она выглядит в ящике такая красавица начну готовить клубничное вино значит у меня есть два ящичка клубники еще мне понадобится сахар на 3 килограмма клубники нам нужно 2 килограмма сахара и на также на 3 килограмма круг клубники нам нужно 100 грамм изюма здесь у меня 200 в стакане пока я буду чистить клубнику я поставлю варится сироп на литр воды килограмм сахара у меня он будет вариться мне его потом надо будет остудить и уже добавлять клубнику начинаю чистить клубничку и варю сироп клубнику почистила и помыла просушила ее теперь меня надо измельчить у меня есть вот такая картошку измельчать сейчас я буду измельчать клубнику у меня уже сварился сироп охлаждается мне его нужно охладить до 30 35 градусов и потом будем уже все ингредиенты соединять в трехлитровой банки значит можно это сделать с помощью блендера а можно так просто измельчить клубника спелая никакого труда составляет измельчить все ягодки до однородного состояния у меня уже готова вот это вот каша из клубники у меня готов сироп температура 34 градуса еще у меня есть изюм горсть изюма идет клубнику мы помыли в клубнике нет дрожжей поверхностных как допустим на виноградных ягодках или на сливе вот поэтому сюда мы будем добавлять изюм потому что изюме есть натуральные дрожжи изюм не мытый значит я бросаю банку изюм бросаем банку изюм у меня здесь 200 грамм я хочу это весь объем разделить на 3 3 литровые банки у меня сироп из двух килограммов сахара и 2 литров воды и сюда же я добавляю клубнику теперь содержимое банки нужно перемешать либо пластиковой либо деревянной какой-то ложечкой сейчас я это сделаю перемешиваем накрываем кусочком марли или какой-то ткани и оставляем на пару дней в темном месте теплым при температуре 20-28 градусов сейчас очень жарко у нас в квартире примерно такая температура разложила заготовку для клубничного вина 3 3 литровые баночки у меня получилось заполнила их на две трети посмотреть так это выглядит значит у меня было 6 килограммов клубники 2 килограмма сахара 2 литра воды из сахара и воды я сварила сиропа студиона до 30 градусов все это объединила в трех банках и в каждую из них еще насыпала горсть изюма в общей сложности там было 200 грамм изюм на все на весь этот объем клубники всех остальных ингредиентов все теперь уже будут работать дрожжи которые на изюмчики и сахар начнется процесс брожения прошли сутки клубничное сусло выглядит вот так каждые несколько часов необходимо перемешивать деревянный или пластиковый какой-то инструментом каким оставляю банки на три дня через три дня проверим что у нас тут будет происходить спасибо за внимание всего доброго до свидания